Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в культурно-образовательный центр Беджуро. В эфире программа «Горская среда». Сегодняшний урок посвящается Руфуаш Лима, Эзра Бен Яфа, Эльна Рефан Эло, Эльна Рефан Эло, Руфа Данефеш, Уруфа Дагуб, чтобы он был здоров. Аминь, дай Бог. Мы с вами заканчиваем главу Микец и начинаем главу Вайгаш. Это страница 205-я в русских хумашах, если кто хочет, есть на столе. Давайте быстренько повторим, что мы в прошлый раз с вами учили. Йосеф встречает своих братьев Бениамина, оказывает им прием достойный, царский прием, кормит их, поит их. Мы говорили в комментариях с вами, что это был первый раз, когда они пили вино с тех пор, как Йосеф был продан. И он не пил много лет вино, и они не пили. Это первый раз, когда они выпили хорошенько, напились, посидели. И на следующий день он их отправляет, подкидывает свой серебряный кубок в мешок Бениамина. И когда братья уходят, он посылает посыльного и говорит, догони их, и сделает, собственно, вот это обвинение. Посыльный догоняет их, он начинает обыскивать их вещи, говорит, как вы отплатились злом за добро моему хозяину. Он вас так принял хорошо от души, а вы так поступили с ним не по-человеческим. Как вы можете сделать это с ним? И они начинают обыскивать их вещи со старшего до младшего. Показать, что как будто они ничего не знают. И нашли в мешке Бениамина. И посыл к нам говорит, это глава Микец в самом-самом конце, они ему сказали, у кого ты найдешь? Он говорит, не дай бог, как ты мог вообще про нас так плохо подумать? Он говорит, пусть тот из нас, рабов твоих, у кого найдется, будет предан смерти, остальные станут господину нашими рабами. То есть они приняли на себя все последствия, самые ужасающие, что они настолько были уверены, что никто из них не украл это. И он говорит, пускай так и будет, как вы сказали. У кого найдется кубок, тот останется у меня рабом, остальные будут невиновны. Он говорит, никого я убивать не буду, даже я сделаю меньше, чем вы говорите. И тут они обыскали всех, и кубок нашелся в сумке у Бениамина. Как реагируют братья? Кто помнит? Разорвали они свои одежды, послух говорит, каждый снова навьючил своего осла, и возвратились они в город. Иуда вошел со своими братьями в дом Юсефа, который еще был дома, и пали братья, перед ним ниц. Сбывается сон Юсефа, 11 братьев падают перед ним ниц. Они преклоняются перед ним. Говорит Медраш, очень интересная вещь, что так же, как когда-то они принесли окровавленную одежду к Якову, и тот знак траура разрывает свои одежды. Сейчас в знак траура они разрывают свои одежды. Дальше Юсеф говорит им обвинительным тоном, что вы сделали? Сказал им Юсеф, разве вы не знали, что такой человек, как я, непременно разгадает правду? Что можем мы сказать нашему господину? Эти слова мы, кстати, находим в слихот. Что мы можем сказать, и как мы можем себя оправдать? Говорит, Бог обнаружил вину рабов твоих. Теперь мы рабу нашему господину, и мы сами, и тот, у кого нашелся кубок. Говорит Медраш, что так же, как они когда-то Юсефа продали в рабство, сейчас они принимают рабство на себя, все происходит мера за меру. У нас есть такой механизм в Торе, что Всевышний не карает человека как-то никак не связанно с тем, что он согрешил. Например, фараон топил еврейских детей. И как был фараон убит? С помощью воды. Он и его, так сказать, сподданные, они утонули в Красном море. Когда было рассечение моря, волны их нахлынули. И это было для Итро, например, это было самым большим доказательством Ашкаха Пратит. То, что Всевышний управляет мельчайшие детали этим миром. Что он говорит, вау. Говорит, фараон мог умереть 20 раз уже. Да, и там были казни египетские и смерть первенцев. Он первенец был, он мог умереть вместе со всеми. Говорит, ну именно то, что Всевышний его убил с помощью воды, так же, как он с помощью воды убивал еврейских детей. Говорит, для меня это самое большое. Он когда-то об этом услышал, у него мурашки пошли по телу. Это так работает Торе нашу, что все мера за меру. И когда с нами какие-то плохие вещи случаются, мы должны себя спросить, может быть, как-то я провинился именно в этом отношении. Например, про Шимшона говорится, что ему полештым выкололи глаза. Мишна задает вопрос, почему именно глаза ему выкололи. То, что он за своими глазами шел. Про него рассказывается, что он там с проституткой спал, и что он пошел за своими глазами, что нравились ему красивые женщины и так далее. То, что ему под конец жизни, он был великий человек, под конец жизни ему глаза выкололи. За что? За что он пошел за своими глазами. И так далее. Много примеров Торе, почему именно с людьми происходят какие-то наказания. Соответственно, мида кенагид мида, как бы мера за меру, что называется. И тут с братьями тоже сейчас происходит мера за меру. Они разорвали свои одежды, так же, как когда-то их отец разорвал одежду. И они готовы сейчас принести себя в рабство, так же, как когда-то готовы были принести в рабство своего брата Юсефа. И тут начинается очень-очень интересная встреча Юуда и Юсеф. Это колоссальная встреча, большого масштаба, потому что, по сути, встречаются два царя. Встречается Юсеф, царь Египта, и встречается Юуда, царь Израиля. Еврейский царь, будущий царь, царь среди братьев, он был среди братьев авторитет, лидер. И почему, можно спросить, почему именно Юуда вообще, ему, он сейчас ведет диалог, да? Он далеко не старше, мы сказали много раз. Почему именно Юуда, он, как сказать, впрягается, почему именно он представляет братьев и ведет беседу с Юсефом именно он? Почему Юуда? Кто может сказать? Что вы сказали, что он прародитель Давида? Прародитель Давида, это как последствия. А причина, почему он прародитель Давида, это потому что он человек, который не боялся на себя взять ответственность. Он пообещал Исааку, что будет вести ответственность за Абидемида. Окей, Пинхас говорит очень просто, он был тот, кто взял на себя ответственность. Хорошо, вы говорите практическую причину, почему именно сейчас Юуда ведет диалог. А сейчас Давид сказал очень интересный ответ, именно в плане духовном, что Юуда был тот человек, который предложил его продать. В общем-то, из-за Иуды и все вот это последствия, то, что Юсеф в рабство попал, и то, что там он в тюрьме был, и все его как бы мучения, они фактически из-за Иуды получились. Если бы Иуда сказал, братья, мы вообще не должны его не убивать, не должны его не продавать, мы его должны взять в целом и не вредим, вернуть отцу. Ну, может быть, по шейму, ну, давай пару раз для профилактики, чтобы языком не болтал лишний раз. Ну, в общем-то, что бы Юуда не предложил, они его послушались, потому что Юуда был самый среди них авторитетный, и они к его мнению прислушались. Он был сильный человек, и волевой человек, и они его уважали, и всех братьев больше всего уважали они Юуду. И потому что именно Юуда предложил его продать, сейчас ему предстает как бы искупить свой грех. Да, то есть он сейчас начинает спорить с Юсефом за судьбу своего младшего брата Бениамина. Так же, как когда-то он был виновен в распоряжении судьбы своего младшего брата Юсефа. Окей, это конец главы Микетс, мы с вами закончили главу Микетс, сейчас мы начинаем главу Ваигаш. Глава Ваигаш начинается со слов Ваигаш и Лав Юуда, и приблизился к нему Юуда. Вы знаете, что у нас есть обычай, прежде чем, как мы читаем Амеда, утром, днем или вечером, в любое время суток, мы делаем три шага вперед. Откуда взялся этот обычай? Это может, чтобы мы... Есть низко объяснение. Я взял назад, потом... Окей, это на самом деле целая дискуссия на эту тему. Ну, точно, вперед три шага надо сделать. Первое, первое, ты прыгаешь от князя, от страха, а потом, когда ты пристаешься, ты пристаешься близко. Что это значит? Для любви? Окей, интересно. Интересно, слышали, что Давидский? Ну, что три шага назад ты делаешь как бы из страха перед царем, и потом три шага вперед, как бы, проявляя любовь. Окей, интересно. А почему именно три? Когда ты делаешь три шага вперед, как бы, ты приближаешься к шкене, да? Первое слово вот в этой главе Ваигаш, слово Ваигаш, наиврите, значит, приближаться. Они перевели тут как подошел. Подошел, на самом деле, это как Ваяво, наверное. Ваигаш именно приблизится. И это слово Ваигаш используется три раза в Торе. Первый раз это говорится про Авраама. Ваигаш, глава 18, книги Берешит и 23-й пасук. Давайте посмотрим, если можем найти это. И там как раз контекст такой, что Авраама приблизился к Всевышнему. Глава 18, пасук 23-й. Это Парашат Ваира. Давайте посмотрим. Это страничка 79. А, это когда он просил не купить себя. Да, да. Во, это пасук 22-й. Пасук 22-й, как они перевели тут? И он приблизился и сказал. 23-й, нет 22-й? Хавгимал. И приблизился. Он приблизился и сказал. Тут они перевели как приблизился, ты видишь? А тут они перевели как подошел. На самом деле, правильный перевод приблизился. Ваигаш, Авраам. На иврите то же самое слово Ваигаш. Тут у нас говорится Ваигаш и лав Юда. А тут говорится Ваигаш Авраам. Ваимар. И сказал, кому он приблизился? К Творцу. Ну, разве к Творцу можно приблизиться? Он приблизился. Да, как сказать. Он еще одну попытку предпринял уговорить его, молился. Это лошон молитвы. Это оборот речевой, который именно относится к молитве. Ваигаш приблизился. Это первый раз. В Торе написано, когда Авраама обращается к Всевышнему по поводу жителей из дома. Он говорит, Ашем, пожалуйста, я знаю, там живут злодеев много, но что ты будешь из-за злодеев уничтожать весь город. Там наверняка есть праведники. Perhaps there are righteous people, there are good people there too. Why would you destroy the evil and the righteous together? How could you do this? This is injustice. Please, please, don't destroy them. Ашем, said, окей, how many righteous people? Они начинают торги вести и так далее. Теперь тут, ваигаш и лав Йуда, и приблизился к нему Йуда. Кому к нему? Не написано, к кому он приблизился. К нему. А? To what? Either to Yosef or to Yosef. So, which one is it? Кшат? По-простому Yosef, потому что, если смотреть на контекст, кто с кем разговаривает. Иуда разговаривает с Йосефом. Иуда как бы сделал ему шаг вперед. Как будто такой, не знаю, жест, что ли, body language, такой сделал. He stepped up. Да. Да. Показать, что он не боится, что ли, или наоборот, как бы расположить к себе. He entered his personal zone, знаешь, как бы his personal space. Как бы то ни было, он к нему приблизился. Это Пшат, это по-простому. На более глубоком уровне он обращается сейчас к Творцу. В Игашилав, то есть Иуда, как бы говорит, со стороны выглядит, как будто он обращается к Йосефу. На самом деле он обращается к Всевышнему. То же самое, похожая ситуация, когда Яков встречается с Эйсавом. Написано, что он ему поклонился семь раз. Зуар говорит, что на самом деле он не ему поклонился семь раз, он увидел шхину. И поэтому начал перед шхиной кланяться. Но со стороны все выглядело, как, включая ее, Эйсава, для всех выглядело, как будто Яков кланится с Эйсавом. Теперь, со стороны выглядит, как будто Иуда именно обращает свою речь к Йосефу. Но этот речевой оборот именно используется в Торе, как обращение к Творцу. Типично говорит Вайомер, и сказал, да, Вейдабер, или если он, he was talking tough, Вейдабер, говорят. Приблизился. Приблизился. Теперь, третий раз в Торе это используется в книге Мелахим, говорится про Ильяху на горе Корнель. Это книга царей, глава 18. И там очень-очень интересный эпизод. Для тех, кто не знает, я быстро веду вас в курс дела. Был у нас царь Ахав такой, не самый большой праведник в еврейском народе, и отчасти из-за того, что он женился на ужасной женщине, Изевель. Очень многое зависит от того, на ком мы женимся. Она была еврейкой? Наверное, она какой-то геор прошла там, я не знаю. В общем, she corrupted him big time. Она его сбила с толку, как только могла. Мудрецы нам говорят, что она даже ему в карете вырезала имидж, образ разратных женщин, чтобы постоянно в нем разгоралась яцарара. Он по натуре был спокойный человек, но она постоянно в нем этот огонь яцарары пыталась раскалить. Она наводнила еврейский народ идолами, like there is no tomorrow. И Ашира, и Ашира там у них была, она привезла в Израиль Бааль, иностранный культур Бааль. И Ильяху был такой очень ревнительный, такой tough guy. Ему было ненавистно видеть, что происходит, коррупция, вот это, как разлагается еврейский народ. И он бросил публичный вызов царю и этим идолопоклонническим культам. Шалом Лазар. И этот вызов, он бросил, как бы он говорит евреям, такую фразу, говорит, до каких пор вы будете прыгать между двух порогов, говорит. Говорит, вы странные люди, вы верите и в Ашема, и в Бааля. Вы можете определиться, кто вы, вы еврей или не еврей? Это была вторая, вот эта фраза. Это была вторая? Да. Я не забыл. И он говорит, что до каких пор вы можете, говорит, определитесь, или вы с Ашемом, или вы с Баалем. И он говорит, давайте устроим конкурс. Говорит, соберите всех своих идолопоклоннических этих священников, священников Бааля. Говорит, и я один буду представлять Всевышнего. И сделаем два костра, и говорит, для кого спустится огонь с неба, то та религия праведная, тот настоящий Бог. И вот он сделал такой конкурс. И making a long story short у них не получилось, у него получилось. И он сказал, адунай, ху айлухим, адунай, ху айлухим, говорит, Ашем, именно Юткей, Вавкей, Всевышний, Ашем, которому мы верим, он есть Бог. И никто, ни Баал, ни Аширан, ни Йошка, никто другой, это не Бог. Не Будда, никто. Говорит, именно Ашем, это Бог, который создатель неба и земли, который вывел еврейский народ из Египта. Он Бог, говорит, и нет никаких других Богов. И он сказал, кто за Бога со мной, вытащил меч, говорит, режь тихо. И всех этих 450 священников в Баале их всех перерезали. И Зевеля, когда об этом узнала, говорит, что моих священников, моего Баальчика, как он это мог, она издала приказ, чтобы Ильяху убили. И тогда он убежал. Начинается его побег. Теперь, там, прежде, вообще то, что Ильяху сделал, это противоречило закону еврейскому. Почему? Потому что жертву приносить нельзя было вне жертвенника, вне главного жертвенника, называется бомот. Бомот – это индивидуальные жертвенники, они уже на тот момент были запрещены. И то, что Ильяху сделал, это было, в общем-то, вне рамках Аллахи. Это было как большее исключение. Но он пошел на этот рискованный шаг, потому что, по идее, Всевышний мог бы ему не отвечать, и мог бы не спускать огонь с неба, и он был бы прав. Но Ильяху сделал такой ход конем, он, так сказать, поставил, и he put God on his path, так сказать, поставил Всевышний в такую ситуацию, где, как бы, если Всевышний не ответил бы, это был бы хилюль Ашем, осквернение имя Творца. И он сказал, Всевышний, ваигаш, и тут используют это слово, что ваигаш, он приблизился к нему, да, he stepped forward, и он сказал, Ашем, he approached God, говорит, Ашем! Говорит, don't let me down, пожалуйста, не подведи меня. Говорит, я знаю, что это не ради себя делать. Мне не нужно свой престиж поднимать. Я не ради себя стараюсь, говорит, я стараюсь ради твоего престижа, говорит. Он просягает, остался я один, говорит, нет никого, кто верит в тебя. Еще было несколько тысяч пророков, но he felt like he was the only one who stood up for God's honor. Такой был человек Ильяху, но это три слова, которые в Танахе используются ваигаш, Авраам, Югуда и Ильяху. И эти три слова, когда мы делаем, приближаемся к Всевышнему, каждый шаг, который мы делаем, символизирует вот эти три шага, которые они сделали, да? You don't have to, you don't have to, but it's one of the explanations, it's not, это не единственное объяснение, но это одно из объяснений, это, это Рокеах. Рокеах это 12 век, раби или Эзер бен Юуда. То есть это его, его объяснение этому обычаю. То есть обычай он древний, то есть получается, если он в 12 веке пытался объяснить, давал объяснение этому обычаю, это уже как минимум 800 лет. It's a very ancient custom. Есть другие объяснения, что это как у нас было три лагеря, Маханэ Исраэль, Маханэ Леви, Маханэ Шхина. Это как бы, когда евреи, три стана было в пустыне, да? И каждый как бы ближе к храму. Посередине стоял храм, был, это назывался Маханэ Шхина, лагеря Стан Шхины, потом был вокруг него Левиты, и потом Исраэль. Это еще одна объяснение. Есть другие объяснения. Anyway, I figured, мы учим главу Игаш, это важно знать, что это слово Игаш, вообще оно интерпретируется таким образом тоже. Игашилав Иуда, Иуда к нему приблизился. Тут Медраш на самом деле очень красочно описывает эту сцену, стычка двух царей, да, как бы разговор. Если почитать просто текст, то он очень такой, как бы он к нему подчиняется, да, в таком тоне. Давайте почитаем текст. Он говорит, позволь мой господин, да? Он обращается к Йосифу, как мой господин, my master. Работу ему, I'm your servant, говорит, я твой слуга, молить слово перед моим господином, не гневайся на меня, рабат его, ведь ты, что фараон. То есть первую часть этой фразы, можно понять, как он обращается к Всевышнему, он говорит, позволь мой господин, работа ему. Ашем, I'm your servant, please, my lord, my master, etc. Попшата по-простому обращается к Йосифу. И он начинает пересказывать все, что случилось за последней главе. Да, он говорит, сначала, он говорит, все начиналось очень далеко. Он говорит, сначала, ты спросил про нашу семью, как будто невзначай. Ты спросил, есть ли у вас отец или брат. И мы отвечали нашему господину, что у нас престарел отец, и у него младший сын, который родился у него на старости лет. Бениамин, да? Его брат умер. Лишь он один остался из детей своей матери. То есть он говорит сейчас, что его брат умер. Хотя он знает, что он не умер. He wants to put yourself out of the question. Он вообще не хочет, чтобы сейчас эту тему Юсефа вообще понимать. Он говорит, сейчас, если он скажет, что он пропал, он говорит, при каких обстоятельствах он попал? И начнет копать. Он боялся, что Юда сейчас этот файл откроет, и вообще там Юсеф докопается до них. Он говорит, он умер. That's it. This chapter is over. Говорит, отец любит его. Когда ты повелел нам, рабам твоим, привезти его ко мне, я посмотрю на него. Ты просто сказал, я на него посмотрю. И это то, что ты делаешь, что ты так на него смотришь. Ты сказал, оставляйте, он будет моим рабом. Is that what you call? Let me take a look. Говорит, ты за свои слова не отвечаешь. Говорит, ты нас обманул. Мы ответили нашему господину, не может отрок покинуть своего отца. Он говорит, что мы через себя переступили, чтобы его провести сюда. Говорит, сколько мы должны были сделать, чтобы оторвать его от отца. Но ты сказал нам, рабам твоим, если не придет ваш меньший брат вместе с вами, то более не показывайтесь мне на глаза. That's it. Он говорит, что if you don't bring Benjamin, don't come. «Возвратившись к нашему отцу, рабу твоему». Теперь Иуда, когда обращается к Иосифу, он говорит, наш отец, который… Иосифа тоже отец, говорит, раб твой. В этот момент Иосиф должен сказать, он не мой раб. Он не мой слуга. Я его никогда не видел в жизни. Ну, Иуда это сказал как часть этикета, часть своей задобрительной речи. А Иосиф промолчал. Мудрец говорит, что это было неправильно с его стороны. Он не исполнил в этот момент, это уважай отца и мать свою. Он должен был сказать, что он не мой слуга. Он говорит, что он был за это наказан. «Мы передали ему слова господина. Когда сказал наш отец, идите опять купите нам немного съесть нового, то мы ответили, мы не можем идти. Если бы наш меньший брат был вместе с нами, то мы бы пошли. А покуда нам меньший брат не с нами, мы не можем показать тому человеку на глаза. Наш отец, раб твой, опять. Сказал нам, вы знаете, что двух сыновей родила мне моя жена. Один от меня ушел. И я подумал, наверное, он растерзан зверем. Я так и не видел его до ныне. Если же вы заберете у меня этого сына, и с ним случится несчастье, то вы ведете меня, старика, скорбящего в могилу». А теперь продолжал Иуда. «Если я приду к моему отцу, рабу своему, и с нами не будет отрока, которому он привязан с всей душой, то он увидит, что нет с нами отрока, и умрет от горя. И получится, что мы, рабы твои, свели нашего престарелого отца, раба твоего скорбящего в могилу». «Зачем Йосеф вообще с ними все это делает?» «Спектакль». «Спектакль, честное слово, да?» «Подкидывает им кубок, начинает их обвинять, тыкать пальцем». «Почему он делает это?» «Он уже притворил, они уже поклонились ему». «Зачем он продолжает это?» «Дима считает, что он мстит?» «Да, решили, что он не мстит». «Да, это не то, что решили, это дальше просто обсуждения, которые идут дальше, оно же переводит это, как он это делает, чтобы специально дать им ваш». «Дима, ты до сих пор считаешь, что он мстит?» «Да, я хочу считать, да?» «Другие есть?» «Другие есть варианты?» «Какая это будет счастье?» «Все равно хочет...» «Окей». «Да, брат, но он играет. Давайте посмотрим развязку истории, что я пока ничего говорить от себя не буду». «Там дальше понятно, что из-за чего и как». «То есть, если он мстит, он их мог, в общем-то, перерезать всех, по идее, но уже 10 раз. Почему нет? Ну, кроме Бениамина. Он мог их гноить в тюрьме. Он мог это все с ними сделать после того, как его отец умрет, забегая вперед немножко». «Мог, но...» «Мог, но...» «И они, кстати, боялись, что он с ними это сделает». «Ну, не забегая дальше, он сейчас там раскается и начнет выть, «эээ, это я и все остальное». «Все, вот так...» «Его за душу схватило просто в один момент...» «Окей». «Его просто схватило за душу, и он понял, «Да что я делаю, что я творю? Это же мои братья!» «Я не люблю, да». «То есть, как бы вот сначала он хотел мстить, и потом он что-то зацепил, и он передумал». «Абсолютно верно!» «Ну, это не Александр Удимай, это не граф Монте-Кристо, извиня». «Я раб твоим!» «Тима думает, как говорится...» «У каждого еврея есть доля в Торе». «Каждый еврей должен думать». «Каждый из нас должен думать, анализировать и думать». «Окей, поехали!» «Если не приведу его к тебе...» «Итак, пусть я раб твой, останусь вместо отроков, он ему предлагает». «Давай, я буду рабом, а Бениамин пойдет обратно домой». «И он обосновал!» «Почему?» «Потому что Бениамин — это единственный человек, без которого Яков не может жить». «Если бы ты взял Зулуна, если бы ты взял из Сахары...» «Итс окей!» «Яков бы пережил бы это!» «Ну, если ты возьмешь Бениамина, это единственный из двух детей от любимой жены. Яков этого не выдержит». «А отрок пусть вернется со своими братьями». «Как я возвращусь к отцу, если отрока не будет со мной?» И тут между строк Йосефа спрашивает, «А почему именно ты говоришь, а остальные молчат?» «Пускай остальные тоже что-то скажут». «А он говорит, я поручился за него. Я лично несу за него ответственность, как мы видели в прошлый раз. «Да не вижу я страданий, которые обрушатся на отца!» «Тут Йосеф, окруженный со всех сторон людьми, не мог боли сдерживать и закричал, «Выведите от меня всех!» Когда Йосеф открылся своим братьям, никого рядом с ними не было». Раше объясняет, что он не хотел их позорить. Он говорит, что как это так? При чужих людях он сейчас начнет их унижать и говорит, что вы меня продали в рабство, а я несмотря на что поднялся из грязи, из грязи в князь. Он говорит, «Все выходите!» И тут он открывается к братьям. Когда Йосеф открылся своим братьям, никого рядом с ними не было. Но египтяне слышали его рыдания. И слух разнесся по дворцу фараона. «Я Йосеф!» Сказал Йосеф своим братьям. «Неужели мой отец еще жив?» Но не смогли братья ответить ему. Так они были поражены. «Подойдите же ко мне!» Позвал Йосеф братьев. Те подошли и он сказал им, «Я Йосеф ваш брат, которого вы продали в Египет, но не печальтесь!» Дима, ты слушаешь? «Но не печальтесь и не досадуйте, что продали меня сюда, ибо ради вашего выживания Бог послал меня сюда прежде вас». Теперь, если человек хочет отомстить, и он сдержал себя, ему жалко все-таки брать его. Самое маленькое, что он может сказать, «Вот видите, вы меня продали, вы меня хотели убить, а у вас все равно ничего не получилось». Он может в них вызвать, по крайней мере, если он с ними ничего не делает, но он может вызвать в них чувство стыда, чувство унижения, чувство вины. Он говорит, «Гайз, это вообще не ваша вина!» «Это вы играли часть плана Всевышнего!» «Всевышний меня сюда послал!» «Вы вообще ни в чем не виноваты!» «Не расстраивайтесь! Все хорошо!» «Человек, который хочет отомстить своим братьям, он это скажет?» «Есть повлияние человечество. Есть человек, есть душа. Так как он был святой человек, а юсэм был святым человеком, да? В нем играло человеческое, природное, да? То, что присутствует перед всем в нас, да? Он, наверное, хотел что-то сделать плохое, да? Но с другой стороны, что он имел что-то оттуда сверху, другая часть его говорила, что надо простить, и говорил ему то, что он сделал, это все Божие. Наверное так. Окей. Я не буду дальше пытаться вас переубедить. I made my point. I think it's very convincing. Мне кажется, этот point убедительный, текст говорит сам по себе, но вы правы считать то, что вы считаете. И я не буду отрицать, что человеческий фактор, он всегда присутствует. Это я не буду отрицать. И то, что они ему завидовали, как это понять, великие праведники. Из-за его рубашки, из-за того, что отец его больше любил, и так далее. Как отец его мог больше любить? Окей, он был более праведный, чем они. Этот человеческий фактор, он присутствует тут. И когда Яков любил Рахель, и Рамбан объясняет, что он ненавидел Лею вообще, как бы хотел с ней развести. The human factor is here. И я не буду этого отрицать. Но из текста этого не видно. Из текста, из текста не видно. Нам Тора говорит, что Яков любил Рахель, например. Или то, что там братья позавидовали Юсефу. Тут нам Тора не говорит, что он ненавидел их, и что он какую-то таил к ним ненависть. Просто читать текст, если, из текста то, что вы говорите, не видно. Хотя в других местах эмоции человеческие передаются в тексте. That's my point. Дальше. Я Юсеф сказал Юсеф своим братьям, неужели мой отец еще жив, но не смогли братья ответить ему, так как они были поражены. Давайте посмотрим. Почему он задает вопрос, если отец мой жив, если он знает, что его отец жив, если он не придет прийти и сказать, что отца больше нет. Очень хороший вопрос. Отличный вопрос. Он даже знает, что он жив, потому что они ему до этого сказали, что он жив. Это мой отец жив. Это хорошая вопрос. Это хорошая вопрос. Если ты уже знаешь, что он родился, почему? Почему? Окей, давайте посмотрим. Твой вопрос, он не новый. Он хороший вопрос. И этот вопрос обсуждается. Видишь, как ты сразу повернул Ифраем. Я хотел, чтобы он новым был. Ты знаешь, ты знаешь разницу между еврейскими мудрецами, и раввинами, и сантистами, как бы учеными? Ученые, когда делают какое-то открытие, и потом начинают делать исследование, и видят, что кто-то до них уже это открыл, они очень сильно расстраиваются. Они говорят, блин, уже кто-то это открыл. А у раввинов, если они пришли к какому-то вопросу или к какой-то идее новой, хидуш, и потом они увидели это в книгах святых, они говорят, отлично! Значит, я I'm on the right track. Значит, I'm thinking like, я думаю, как Вильнинский Гаун думает. Я думаю, как думает Маймонит. Я думаю, как думает Раши. It's a good, it's a good, это комплимент тебе, что ты этот вопрос, который уже обсуждался. It's good, but you're thinking like a rabbi. How do I do this? I just have to find it. I've seen it somewhere. если мне не изменяет память, этот ответ на вопрос, он такой. Например, когда первый человек согрешил, немножко назад вернуться, на самую первую главу Тора. когда первый человек согрешил, Дэвид, освежи, пожалуйста. Всевышний, как бы он все видит. И он обращается к Адаму и Хаве, и говорит, Аека, где ты? В смысле где-то? У Бога, что нету GPS встроенного в Адама. Даже сейчас в Google Maps есть такая опция share your location. Ты можешь послать человеку линк, и он может все время видеть, где ты находишься. Ты ему говоришь, а тебя через час будет. И он может real time track your location. Неужели у Бога такой опции не было? Он говорит, Аека, где ты? Как он обращается к человеку, где ты? Неужели Бог не знает? Да, в священном месте. Окей, одно объяснение, что говорит, Where you holding spiritually? Ты духовно где-то? Ты наверху еще, или ты уже упал? Он говорит, где ты? С другой стороны, он просто и дал возможность начать разговор. I have to start a conversation somewhere. Он говорит, где? Сейчас Йосеф обращается к братьям, и он говорит, я Йосеф. А они такие, ах! Он говорит, отец мой жив. Он дает им какой-то такой вопрос простой, просто дать им возможность, начать разговаривать. Это бшат. Это по-простому. There's deeper explanations there has to be. Окей. Я видел этот вопрос, кто-то задает. I don't see it right now. Окей, еще вопросы есть? Вопросы, комментарии? Интересно, Барлей Мусар говорят нам мудрецы, этики, говорят, что такая реакция, как у Йосефа, у братьев была, такая же реакция будет у нас в день суда. Говорят, что мы живем по жизни, и очень часто мы чувствуем, что я прав, я правильно живу, я все делаю правильно. А если я делаю что-то неправильно, то у меня такие обстоятельства. Однажды я знал девочку одну, и ей было очень тяжело шаббат соблюдать. И она очень депрессовала, и было там 35-37, я не помню. И в какой-то момент она сказала такую фразу, говорит, шаббат, он создан для семейных, говорит, я не хочу шаббат соблюдать. And here's the point. У каждого из нас есть такие, как сказать, какие-то заповеди, где мы можем себя оправдать. Для кого-то это шаббат, для кого-то это кашрут. Человек может сказать, я всю жизнь кушал пельмени со сметаной, что Бог, неужели Бог сейчас от меня ожидает, что я сейчас возьму всю свою жизнь, переверну, перестану кушать то, что я всю жизнь любил покушать. Или человек может пить чай в Йом-Кипур и сказать, у меня горло болит, Бог простит. Ну, ничего, это с лимоном, с медом полезно, это для здоровья, Бог же хочет, чтобы мы были здоровы. We all have an excuse, one way or another. И, в общем, братья на момент продажи Йосефа, они чувствовали себя, they felt totally justified. Они чувствовали себя абсолютно оправданными. Даже больше, чем оправданными, они чувствовали, что они делают что-то хорошее. Так же, как Иссаф пытался искоренить своего праведного брата, они чувствовали, что Йосеф пытается их искоренить. Что он пытается их убить, он пытается натравить отца на них, он пытается, как бы, от них избавиться. И они сделали pre-emptive strike, да, как сказать, нанесли ответный удар, что ли, прежде чем тебя кто-то... Если за тобой человек бежит с ножом, ты можешь повернуться его застрелить по закону, да, потому что он называется Rodef, по еврейскому заду, он тебя преследует, да, он за тобой угрожает, это самозащита, это не называется убийство, это называется self-defense. And that's how they felt. И им говорят, что мы идем по жизни, часто мы живем с этим ощущением, что I'm okay, я хороший человек, I do good things, где-то там, может быть, я что-то там не домолился, что-то не додал, что-то неправильно сделал, but it's circumstances, у меня есть обстоятельства. Бог же все видит, как бы, он понимает. И когда мы попадаем на суд, у нас такая же реакция, как у братьев. Бог говорит, я Бог. Он говорит, вот, все книги открыты, все, вот, нету сейчас никаких обстоятельств, никаких excuses, никаких, ничего. И вот тут у нас начинается, ой лахэм йом один говорит, горе вам, горе нам в день суда. Говорит, когда наступает суд, то человек говорит, вау, ничего не говорит, ничего не может сказать. И это то, что Балей Мусар нам говорят мудрецы этики, что Юсеф, так же, как Иуда обращается к Юсефу, это модель, как Иуда обращается к Богу. И когда Юсеф открывается братьям, это как Бог, когда нам откроется в день суда, это тоже самая модель. Для Бог, чтобы в день суда нам не было стыдно, и что, было что-то. Суну же лейли. Раби хана небе на каше омэра, а это когда же бурлится кот и салифи.